По информации, опубликованной в интернет-СМИ, стало известно, что Ивановская область вошла в один из семи регионов России, в которых в исправительных учреждениях к осужденным применяются пытки и физическое насилие. Прокуратура официально не подтверждает эту информацию. Тем не менее, Генеральная прокуратура инициировала ряд дополнительных проверок, которые сейчас проходят в зонах Ивановской области. И вот сотрудники Ивановской прокуратуры идут в рейд, в исправительную колонию строгого режима номер 4, что в городе Кинишма. Здесь отбывают большие и не очень сроки 800 мужчин-рецидивистов. Попутно сотрудники надзорного ведомства проверяют, как осужденные живут и как работают. На производстве смотрят, соблюдена ли техника безопасности, подмечают, хорошие ли условия. В отрядах проверяют термометры. Должно быть тепло и комфортно. Здесь условия очень даже приличные, не такие, как показывают в кино. Шторки, картины, книги на полочке. И это даже с условием, что отряд обычный, а не облегченный. Как правило, жалуются не на место, не на спальное место. Больше жалобы касаются, в общем, санитарных состояний. Ценых общежитий. Конечно, заходят и в столовую. Здесь трехразовое питание. Порции тщательно отмеряют. Граммы не сбегут. У нас есть и обычное минимальное питание, и так, соответственно, и диет питания. Соответственно, то, что сегодня представлено на обед, специальный взгляд. На диет питания у нас сегодня идет все и свежие капусты, и каша гречневая, мясо тушеное. Соответственно, борщ – это сугароковый на обычном питании, и мясо, и мясо тушеное. Можешь попробовать. Вспоминая о цели визита, пытках, их наличии или отсутствии, отправляемся в медицинскую часть. Если человек пострадал, он идет к врачу. Смотрим журналы посещения, на что жалуются, бывают ли побои. Здесь травмы очень редко встречаются. На памяти начальника медчасти даже драк крупных и то не было. Что уж и говорить об избиениях. Бывает, что осужденные нам не поясняют причину возникновения этой травмы или что с ними произошло. Но мы всегда обязаны оказать медицинскую помощь необходимую. Но бывает, что и члены вредительством занимаются осужденные, чтобы добиться каких-то определенных своих целей. Это в основном резанные какие-то раны. Бывает, что инородные тела осужденные себе там либо в брюшную полость заводят, либо, может быть, в грудную клетку. Осужденные, в принципе, жаловаться любят. Регулярно обращаются в прокуратуру по разным вопросам. О пытках речи не идет. Все гораздо прозаичнее. Вопросы применения насилия, применения физической силы, применения специальных средств наших инсультантов в нашем особым контроле. Каждый такой факт мы тщательно проверяем с опросом осужденных, с изучением всей ведомственной документации, с просмотром видеозаписей. И вот в этом году мы проверяли, у нас зафиксировано 9 фактов применения физической силы и специальных средств за 9 месяцев 2018 года. Все эти факты мы признали обоснованными. И применение физической силы и специальных средств было нам признано законом. Из всего потока обращений зон всего региона подтверждается примерно 20%. Большинство касается материально-технической базы и условий. Руководству колонии суд назначает штрафы. Тем не менее, стереотипы живой зоны – место тяжелое, в котором конфликты решаются силой. Ну, стереотипы такие действительно имеют место быть. Но что касается нашего учреждения, то в нашем учреждении, скажем так, уже на протяжении большого промежутка времени к осужденному не применялась физическая сила. Это о чем-то уже говорит. Ну, а так, какие-то вопросы, если возникают, то регулярно и я, и мои заместители ведут приема осужденных по личным вопросам. Разрешаем те или иные конфликтные ситуации, решаем их проблемы, скажем так. Кроме этого, и у моих заместителей есть график приема по личным вопросам граждан, родственников. На этих встречах мы тоже разрешаем, помогаем, рассказываем. Бить и пытать спецконтингент, разумеется, нельзя, ровно как и всех остальных граждан. А вот применять к ним силу иногда можно, если оказывают сопротивление или не выполняют требования. На каждый случай применения силы или спецсредств будет тщательная проверка обязательно. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в месяц в каждом учреждении. Внеплановые проверки нами проводятся достаточно регулярно. В этом году проведено уже семь внеплановых проверок. Это именно проверки, которые проводятся в ночное время, а также в выходные и праздничные дни. О данных проверках сотрудники учреждения, разумеется, не предупреждаются. Приемы прокурорские проводят без руководства зоны, чтобы им осужденные доверились, пожаловались, открылись. После каждого такого приема сотрудники надзора анализируют, есть ли основания для санкций в адрес офицеров. Как у вас в целом обстановка в отряде с правительством учреждения? Да, все хорошо, все нормально. Есть факты, что странная администрация, какие-то насилие, неправомерные действия какие-то? Не бьют, не обижают никто, осужденные и другие конфликтные ситуации. Проверки по любому поводу проводить в колонии легко. На каждом углу установлены камеры, больше ста штук. Они фиксируют все происходящее. На серверах информация хранится больше месяца. Скрыть не удастся ничего. За последние три года случаи физического насилия сотрудников над осужденными в колониях Ивановской области не выявлено. Тем не менее, часто бывают случаи членовредительства, реже травмы на производстве. Также бывают случаи обратного насилия. То есть осужденные нападают на сотрудников колонии. В этом году таких случаев зарегистрировано три. Расследование по одному из уголовных дел уже завершено. И осужденный получил дополнительный срок. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кинишма.